Работа по организации временных приютов для бродячих животных началась в Сочи до Олимпиады. Теперь она будет усилена к чемпионату мира по футболу. Речь идет исключительно о гуманном отношении к бродячим животным, подчеркивают представители власти. Четырем существующим в городе приютом планируют построить пятый на территории адлерской птицефабрики. Уход за питомцами на себя берут волонтеры и меценаты. Он будет на территории птицефабрики, в старых вольерах, где выращивалась птица. Территория определена, ветслужба ее посмотрела, Россельхозназор тоже принимал участие. Собственно, ветеринарные требования уже подтверждены, что там все получается. Сейчас готовится схема и, собственно, смета по созданию этого приюта. В ближайшие месяцы начнется работа и по благоустройству приюта, расположенного в Хостинском районе. Земельный участок площадью почти 5 гектаров в 2014 году муниципалитет передал автономной некоммерческой организации «Добромир». Здесь же развернулись еще три приюта – Поводок, БИМ и Право на жизнь. Муниципалитет освободил их от уплаты аренды земли и налогов. Взамен там содержат собак, оказавшихся на улице. Принято решение подвезти на участок коммунальные сети и благоустроить подъезд к нему. Коммунальщики пообещали общественникам активно включиться в процесс. Большую часть работ планируется сделать к июню-июлю. В этот же срок начнет работать и адлерский питомник. Начнет он работу, конечно, уже к чемпионату мира. Я думаю, срок достаточно серьезный. Что касается питомника в Хостинском районе, в селе Барановка, то там уже сделают к этому времени дорогу, проведут все сети абсолютно спокойно, сделают ночное освещение, поставят камеры видеонаблюдения и огородят большую часть территории. Территория огромная, 5 гектаров, так быстро, конечно, не огородить. Замен арендаторы должны выполнить все предписания ветнодзора, в том числе создать резерв свободных вольеров, огородить территорию для выгула и установить дезбарьеры. Ежемесячно в приютах 10 собак находят себе новых хозяев. Но сколько остается на улице по вине человека, сказать сложно. У нас сейчас большинство животных, которые выброшены на улицы, не потому что они бесхозные родились там, а потому что они выброшены хозяев, это хозяйские животные. Поэтому я очень рада только одному, что все-таки город и все-таки общественность, как бы сложно ни было, повернулись лицом и несут солидарную ответственность за то, что происходит. В этом году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено свыше 3 миллионов рублей. Администрации Сочи принято решение выйти с инициативой в край об увеличении этого вида субсидии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.